Привет, спортсмены и болезни! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенной. Если же вы пропустили то или иное состязание, не знаете, какой счет был в матче любимой команды, вам сюда. Это программа «Дополнительное время» — еженедельный дайджест спортивных событий закрытого города. Готовы? Тогда на старт! Внимание! Моро! Главная лыжная новость прошедшей недели связана с чемпионатом мира в Зейфельде. 26 февраля там завершился четвертый соревновательный день чемпионата мира по лыжным видам спорта. Женщины состязались в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем. Лучшей в российской команде стала саровчанка Анастасия Седова. Она показала шестой результат. Еще одна лыжная новость. Высокие результаты спортсменов в Саровской лыжной школе на турнирах позволили Департаменту по делам молодежи и спорта преобразовать с Дюшер Атом в школу Олимпийского резерва. Появление центра спортивной подготовки в Сарове может сделать наш город главной точкой развития лыжного спорта в регионе и позволит спортсменам находиться в постоянном дипполе зрения, руководству сборной в Нижегородской области, а также активнее взаимодействовать с лучшими спортсменами и тренерами. На прошлой неделе в Сарове завершился чемпионат города по баскетболу. Команда Дюшекар в упорной борьбе уступила в матче за третье место по лету, заняв четвертую строчку турнира на таблице. В финале встретились команды «Союз» и «Авангард». Баскетболисты «Авангарда» отлично провели первую половину матча, в то время как у «Союза» не шла игра в атаке. Большую часть третьей четверти также прошла с преимуществом «Авангардовцев», однако в конце матча отстающие ликвидировали разрыв счета и вышли вперед. Игра завершилась победой «Союза» в 80-71. Команда горнолыжников «Внеев» открыла сезон первыми наградами. «Жемчужина России» в Самаре именно так назывались соревнования. 20 февраля команда «Соровчан» вышла на старт «Супергиганта». Трасса длиной 950 метров с перепадом высот 140 метров состояла из 23 ворот. В этой дисциплине прекрасно проявил себя Григорий Старченко. Он выиграл бронзу в своей возрастной группе. Воспитанник молодежного центра Павел Кудашкин выиграл серебряную медаль в одиночном разряде и стал бронзовым призером в парном разряде на всероссийском юношеском турнире по бадминтону серии Гран-при Российской Федерации. В городце прошли открытые соревнования по троеборию и классическому троеборию. Об этом я рассказывал еще на прошлой неделе. Этого мне показалось мало и мы отправили туда журналисты и расспросили спортсменов и тренера о той поездке. Несколько лет назад эти ребята пришли в клуб здоровья, чтобы просто поддержать форму. Но пауэрлифтинг настолько увлек их, что стал неотъемлемой частью жизни. За плечами юношей целый ряд профессиональных соревнований. И в этом году в городце воспитанники Центра внешкольной работы в очередной раз подтвердили свой чемпионский статус по троеборию и классическому троеборию. Командой у нас было 6 человек, 3 юноши, 3 человека юноши до 18 лет и 3 человека юнёгров до 23 лет. Выступили, я считаю, очень удачно, хорошо. Заняли 4 первых места в весовых категориях, одно второе. В свои 20 Александр Маслов – кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. На соревнованиях в городце молодой человек стал лучшим в абсолютном зачёте в своей весовой категории. Было много участников, много конкурентов, которые были в предыдущих годах. На таких соревнованиях, такого типа, я могу сам утвердиться, понять, насколько я силён. Александр Маслов помогает своим тренерам воспитывать новых чемпионов. Один из самых перспективных его подопечных – Маркел Кокин. На открытом первенстве молодой человек стал победителем в весовой категории до 83 килограммов, а также стал третьим в абсолютном зачёте, за что Маркелу присвоили звание кандидата в мастера спорта России. Я бы не сказал, что тяжело. Я на место как-то не смотрел особо на соперников. А кандидата готовился с сентября. Я примерно планировал эти нормативы выполнить. На самом деле, это не такой уж и большой норматив. Почти то же самое, что и разряд. В общекомандном зачёте областного первенства по пауэрлифтингу команда центра внешкольной работы заняла третье место. Уже сегодня ребята готовятся к новым соревнованиям. В апреле спортсмены отправятся в Кстово, где пройдёт первенство Приворского федерального округа среди юниоров и юношей. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Сразу несколько наград привезли с областных соревнований юные футболисты «Икары». О золотых и бронзовых медалях и о том, как они были завоёваны, смотрите прямо сейчас. По словам Артёма Данилина, тренера футбольной команды «Икар-2» и «Акция-2005», золотых наград на областном уровне в мини-футболе не было уже много лет. Путь к победе был сложным. Сначала заняли второе место на турнире южных подгрупп, а затем вышли в финальный круг. В схватке за главные призы турнира соперниками наших мальчишек стала команда из «За Волжья». «За Волжья» неплохая команда, хорошо организованная, играет от обороны, поэтому всегда сложно взламывать оборону соперника. Но нам удалось в конце первого тайма забить и забить второй мяч, уже уверенно довести игру до победы». Эта победа дала возможность команде продолжить выступать в чемпионате по мини-футболу уже на уровне зоны «Поволжья». До таких высот, по словам Артёма Данилина, детские команды из «Сарова» ещё не добирались. Соперники – сильнейшие команды со всего ПФО. В матче за бронзовую награду саровчане встретились с командой из «Уфы». «Играли строго, ребята настроились, ребятам объяснили. Мы повели 2-0, в первом тайме 1-0, во втором забили ещё один, повели 2-0. Ребята с «Уфы» смогли отквитать один гол. То есть драматичная игра была, там все сказали, то есть руководители, кто проводил, просто такое не придумаешь». За три секунды до конца матча у финцы сравнивают счёт. Исход встречи решился в послематчевых пенальти, где спортивная удача оказалась на стороне саровчан. Как итог, заслуженные в упорной борьбе бронзовые награды и путёвка на турнир сильнейших команд России по мини-футболу. Специальный приз, как лучший нападающий зоны «Поволжью» получил Антон Кривонос. Молодой человек уверяет, что это не только его заслуга. «Я старался, конечно, добился это не сам. С помощью команды вместе добивались этого. Был очень рад этой награде». Как объяснили сами футболисты, третье место, завоёванное на зоне «Поволжья», для команды значит не меньше, чем золото на областном турнире. Для ребят и их тренера эти награды как минимум равны по своей значимости. Каким будет результат на всероссийском уровне, узнаем совсем скоро. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». На этой неделе хоккеисты команды «Саров-Инвест» встретились с главой города Александром Тихоновым. О чём беседовали и к каким выводам пришли, расскажем прямо сейчас. На встрече главы города с хоккеистами «Саров-Инвеста» речь шла о том, как зарождались и развивались непрофессиональные команды в нашем городе. Как и в случае со многими другими командами, идею создания «Саров-Инвеста» поддержали городские власти и компания-спонсор. Сегодня игры с участием хоккеистов-любителей привлекают всё больше саровских болельщиков. Глава города и сам частый гость на домашних играх «Саров-Инвеста». Я хожу там на игры, когда есть своя возможность, то зрители всё больше и больше ходят на игры. И я думаю, что будет тенденция увеличиваться. В команде «Саров-Инвест» играют горожане – чьи-то сыновья, мужья, отцы и братья. И саровский зритель приходит поболеть именно за своих близких. Люди-то такими соревнованиями высокого уровня как-то присыщены, потому что есть телевидение, есть и так далее. Поэтому подчас интереснее смотреть команды, где много своих игроков. Игры с участием «Саров-Инвеста» смотрят не только в нашем городе. К прямым трансляциям, которые идут в группе команды ВКонтакте, присоединяются любители хоккея со всей области. Большой отклик очень из районов смотрят, то есть ваши игры смотрят те районы, те города, которые приезжают к нам сюда играть. Они очень большое внимание уделяют именно зрителям. Однако, как признаются игроки, порой для всех желающих льда в городе не хватает. В перспективе в новом районе могут построить фок. Прорабатывается также вариант муниципально-частного партнерства по созданию многофункционального торгового центра, скрытой ледовой ареной в старом районе. Я думаю, что чем больше льда, чем больше возможности у молодых людей, у наших детей заниматься спортом, кататься на коньках. На следующий день прошла первая игра в рамках плей-офф чемпионата высшей лиги. Матч с городецким «Спартаком» завершился со счетом 9-7 в пользу соперника. В субботу до «Мусоров-Инвеста» будет шанс взять реванш. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей, первым узнавать самую актуальную информацию или даже быть героем наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Одноклассники. Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!